Приветствую, друзья! Сегодня достаточно интересная модель, практически эксклюзив, потому что других русскоязычных обзоров на него я не встречал. Это PIONEER XDP300R. Очень много чего нарыл любопытного. Друзья, вообще просто взрыв мозга какой-то. Давайте о ней поговорим. Поехали! Приходит аппарат вот такой коробочки. Здесь нарисован сам плеер, Hi-Res Audio, PIONEER XDP300RS. То есть все красиво. Hi-Res Audio. Это обозначает, что плеер поддерживает 24 бита 96 килогерц. То есть Hi-Res есть. Все классно. С этой стороны плеер выглядит так. Здесь у нас открывается. Тут всякие спецификации. Ну и основные характеристики находятся на задней части. Что можно выделить самого важного? Система Android 5.1, процессор Qualcomm Snapdragon 800, он же APQ 8074. Это 4 ядра по 2,2 ГГц. В принципе мощный. Мощный процесс. Можно даже чуть-чуть поиграть. АЗУ 2 ГБ. То есть не обидели оперативкой. ЦАПа 2. Это ESS ES9018K2M. Два операционника ESS Saber 9601K. Разрешение звука 24 бита 384 кГц. DSD 256. Мощность выходов на наушники, друзья. Два по 75 мВт. Это получается у нас основной. Два по 150 мВт. На балансный. Экран 4,7 дюйма. TFT 1280 на 1720. Bluetooth SBC, APTX. Вот почему-то о оси не заявлены. Наверное нет. То есть SBC, APTX и APTX это только передача. То есть наушники. Wi-Fi это BGNAC. То есть нормальный Wi-Fi. В принципе можно работать. EQ на 11 полос. Аккумулятор. Друзья, аккумулятор 1630 мАч. Но обещают 16 часов работы на Hi-Rase. На основном выходе на балансе конечно же будет меньше. Наверное часов 9. Ну и также на среднем уровне усиления. Памяти 32 внутри. Плюс две карточки до 216 гигабайт каждая. Конечно есть поддержка формата MQA. Что я могу сказать, друзья, о формате MQA. Гнаться за ним не нужно. Это полухардварный такой формат. Но он очень хорош в плане того, чтобы использовать его для передачи. Всякий Tidal, по-моему, на нем работает. Еще кто-то. Хороший формат для беспроводной передачи. Но это формат с потерями. То есть MQA. Нет смысла за ним гнаться. Нет смысла перегонять в него в свою фонотеку. Потому что это формат с потерями. То есть это уровень, ну конечно выше, но примерно уровень mp3. Ничего хорошего в MQA нет, кроме беспроводной передачи. Все остальное ерунда. Так, конечно же есть поддержка DSD. Есть ALAC, WAV, AIV, OGWORBIS, mp3, iC. И здесь еще одно удивительное. Друзья, нет поддержки Ape. Вот нету вообще поддержки Ape. Как так, да? Но нету ее в заявленном, в установленном внутри плеере. То есть другой плеер ставим все есть, но вот в установленном нет. Размеры 128,9 на 75,9 на 13 миллиметров и вес 200 грамм. То есть относительно не тяжелый. Кстати, зря я задвинул. Я специально вот это все оставил для того, чтобы показать вам, как это выглядит. Потому что это действительно выглядит красиво. То есть можно было даже сделать распаковку. Вот так вот это раскладывается. Здесь лежал сам плеер. Вот здесь на липучках, друзья, на липучках. Удивительно, да? Внутри кабель USB на microUSB для зарядки и синхронизации. По-моему, функции USB ЦАПа здесь нет. И вот такая вот фигня с документацией. Ну, пионер всегда так делает. Здесь есть инструкции по эксплуатации на нескольких языках, рекламные брошюры и прочее всякое другое. В принципе, это не так важно. Ну, красиво, конечно, это все подается. Аппарат очень даже хорошо покупателю. Ну и что я могу сказать сразу? Нагрева у аппарата нет. Сразу об этом хочу сказать. Потому что, ну, часто вот в последнее время обсуждают нагрев, ненагрев, слишком сильно греется, слабо греется. Я никакого нагрева не заметил. Хотя, вот, непрерывно, практически несколько дней его тестировал. И есть один нюанс. Здесь внутри, друзья, нет генератора на 44,1 кГц. То есть, происходит программный пересчет. Кто-то говорит, что ничего страшного. Но для аппарата такого уровня, конечно же, это недостаток. Вот, сэкономили на одном кристалле. Да? Зачем? Понятия не имею. Ну, сделали так. Сам плеер удобный, большой. В принципе, практически как телефон. Мой телефон, да? Как старый телефон. Но мы говорили, что экран здесь 4,7 дюймов. Практически 5 дюймов. 1280х1720. Но экран TFT. То есть, даже если... Сейчас паузу поставлю, чтобы он не играл. Даже если выйдем на основной экран, видно, что экранчик так себе. То есть, поиграть можно на нем. Проц мощный. 800 снаб. Да, здорово. Но качество экрана отправляет нас далеко в прошлое. Что еще интересного могу сказать. Конечно же, здесь все есть. Есть Play Market. Можно устанавливать любые приложухи для аудиокниг. Каких-нибудь своих собственных, которые вам нужны, сервисов. То есть, обычный Android, друзья. Все предустановлено. Буквально, как телефон. Только некуда симку воткнуть. Что можно сказать давайте о самом аппарате. Сверху два выхода. Это балансный и обычный выход. Балансный очень интересный. О нем мы поговорим чуть позже. На левой части у нас кнопка включения, кнопки перемотки и два слота под карты памяти. На правой части у нас вот такие вот надписи красивые. Металл. Все здорово. Все выглядит замечательно. И такой приятный энкодер. Очень классный энкодер. Замечательный. Мне нравится. На задней части у нас выхода. Вот это вот место под антенны. Здесь действительно располагаются антенны. Ну и сверху все. Все мы посмотрели. Сзади надпись Pioneer. Спереди огромный дисплей с сенсорными кнопками. По описанию аппарата все. По поводу использования. Ну да. Он большой. В карман не в каждый так вот с набегу влезет. Вот здесь есть также разные надписи. Сделано симпатично. Говорят, что это практически повторение сотой версии. Но насколько я смотрел по картинкам сотая все-таки чуть-чуть по-другому выглядит. Что можно сказать друзья. Ну самое интересное это здесь конечно же настройки. И самое интересное это встроенный плеер. На них мы подробнее остановимся. В настройках у нас есть включение линейного режима. Линейный режим, когда мы его нажмем, он сразу предупреждает, что громкость будет выставлена на максимум. То есть громкость не регулируется на линейнике. И будьте аккуратны. И баланс. Кстати вот здесь вы видите вот наклейку. Аппарат не мой друзья. Не могу отклеивать наклейки. Поэтому будем работать с протектом. С протектной пленкой. Здесь для баланса есть выбор, какие могут быть. Также предупреждаю, что не втыкаете одновременно двое наушников в балансный обычный выход. Вы можете сломать плеер. Но вот для баланса круто. Тут несколько разных, насколько я понял распиновок. Одна лучше другой. Какая у вас есть, то используйте. Что еще здесь? Ну здесь больше ничего интересного. Обычный Android, как Android. Bluetooth, Wi-Fi. Конечно же все это есть. Настройки экрана. Это максимальная яркость. Не думайте, что вы выкрутите еще сильнее. Вряд ли. Точно так же балансный выход здесь настраивается. Линейник. Standalone mode. Это когда мы отключаем всякие режимы Bluetooth, Wi-Fi. Выключаем экран до нажатия на кнопку питания. Для того, чтобы получить максимально качественный, максимально чистый звук. Три фильтра. Это Sharp, Slow и Short. Но немножечко они отличаются. Отличия можно найти на АЧХ. Все-таки у Slow АЧХ более такое округлое. У Sharp и минимальной файзы, наверное, это она. Получается более резкая АЧХ. Можно рассмотреть на самом деле. Блокировка. Настройки блокировки. Volume, Limiter, Gain. Вот Gain бывает трех вариантов. Даже четырех. Низкий 1, низкий 2. Нормальный и высокий. Я тестировал долгое время на высоком. Потом переключусь на нормальный. Но особо отличия не заметил. Просто разница в громкости. Насколько сильно вы ее выкрутите. Ничего интересного в этом плане нет. В принципе, как и везде. Переходим на само планшете. Аппарат считает себя планшетом. И версия здесь Android 5.1.1. И прошивка от 0.4.11.16. Да, аппарат уже снят с производства. Давным-давно это было. Русский язык, конечно же, нормальный. Поскольку это обычный Android 5.1.1. Можно наставить сюда все, что хочешь. Поскольку Wi-Fi и Bluetooth есть. Можно и Bluetooth-наушники подключать. Можно играться, читать все, что угодно. Только звонить нельзя. Можно, наверное, звонить по каким-нибудь WhatsApp'ам и прочим. Скайпу. Собственно, вот такой вот аппарат. Давайте перейдем уже к плееру. Самое интересное. Плеер очень любопытный. Если проведем сверху вниз, мы переходим в список воспроизведения, которое сейчас воспроизводится. Если перейдем вниз, то здесь у нас есть доступ к эквалайзеру. Перемотка осуществляется вот таким вот образом. Достаточно удобно. Эквалайзер включается вот так вот. Здесь пресеты. Flat 11 полос. Действительно, ставится тут 11 точек. Можно их настраивать. Dance разукрашено, нарисовано. Давайте так покажу. Jazz, Bob, Pop, Rock, Vocal. Собственно, после 11 бента это происходит обычная 11-полосная настройка. А вот Flat достаточно интересная настройка, поскольку она ничего не меняет. По замерам я сделал замеры АЧХ и ничего не изменилось. Вот я включил во Flat. Разницу в звуке я чувствую, но по замерам абсолютно одинаково осталось. Ну и также можно все редактировать. Что из интересного, друзья? Если вы думаете, что вы включили эквалайзер и он резко заработал, вы глубоко ошибаетесь, потому что здесь можно выключить DSP Function. И тогда всякие включения эквалайзера не дадут никакого результата. Действительно, здесь охрененный DSP. Мне сильно напомнил кого он. Вообще такая ностальгия. Реально очень классно сделано. Отображает обложки. Все симпатяжно. Это мы все видели. Можно по кругу всячески настраивать. Вот таким вот образом мы переходим в список композиций. Можем переходить по папкам. Единственное, файловых операций нет. Но это Android. Они здесь не нужны. Можно поставить какой-нибудь Total Commander и спокойно удалять, что тебе нужно. Копировать, перемещать, переименовывать. Все что угодно делать. Так, ну давайте зайдем хоть куда-нибудь. Что-нибудь включим. Не знаю, что это включилось. Вот так вот это красиво отображается. Спектроанализатор есть. Замечательно. Пишет, что это у нас 48 кГц PCM. MP3 играет. Ничего страшного. Что у нас есть из DSP-функции любопытного? Lock Range. Это то же самое, что было в настройках. Цифровые фильтры опять-таки из настроек. Есть Upsampling Mode. Можно включить-выключить. А чуть ниже можно настроить Upsampling. То есть, если вам хочется, включайте Upsampling. Насколько я понимаю, это программный Upsampling. Есть Club Sound Boost. Это, по сути, усиление басов. Тут нас также предупреждают, что будьте аккуратны, можете поломать свои наушники. Eco Mode. Я не знаю, что это обозначает. Но три вида усиления буста. Они немножечко отличаются. Кому нужно сделать Bass Boost, пожалуйста, заходим. Делаем. Тоже очень напомнил вариант из Kavon. Примерно такой же был. Select playback device. Как будто есть разные. Settings. Это, собственно, настройки, которые у нас есть. CrossFeed. Можно включить-выключить Gain. Always Keep Screen On. Здесь все настройки есть DSD. Это может быть PCM, DOP или Direct Transfer. Также здесь есть у нас DOP, AusOperation. Здесь все основные настройки можно настроить. Настройки самого плеера. Возвращаемся сюда. На самом деле вот это самое любопытное. Отображать, не отображать картинку. Ну и все. Вот так вот по настройкам пробежались. Мне очень понравилась вот эта функция с эквалайзером и функция включением-отключением DSP. То есть, я, например, могу что-то накрутить себе, забыть что. Зайти полностью отключить DSP и, собственно, слушать чистый звук. С другой стороны, очень удивил эквалайзер режим Flat. То есть, он действительно прямой. Действительно ничем не отличается. Но звук становится чуть лучше. Да, становится чуть лучше, чуть интереснее. Но об этом попозже. Потому что об этом можно много говорить. Что еще меня удивило? Ну, меня удивило, кроме отсутствия Ape поддержки вот в этом плеере, еще отсутствие поддержки QE. Может быть, оно есть, но я не нашел. В принципе, все летает хорошо. Процессор достаточно мощный, быстрый. По поводу громкости. Вот это вот хороший вопрос. Потому что максимальная громкость это 160 шагов, а слушать на высоком усилении, вот это Hi, мне доводилось на 108 пунктах. То есть, на самом деле, не такой уж он и особо мощный. Какие-нибудь супер тугие наушники не надо к нему подключать. Есть регулировка яркости дисплея, есть автовыключение, есть сон. То есть, все-все это имеется. Поддержка DSD-256. Через папки он, к сожалению, не ходит, но обложки отображает. И вот так вот. Вот такой любопытный аппаратик, и пора уже поговорить о звуке. Не знаю, как вообще это объяснить. В общем, при первом прослушивании плеер вызвал у меня скорее сочувствие к купившим и понимание, почему этот аппарат уже снят с производства. И вот сижу я такой, тестирую, блаженно тоскуя по качественному звуку. Нет, вы не подумайте, играет аппарат вполне добротно. Но, как говорится, вообще ничего особенного. Детальный, но абсолютно легковесный звук без какой-либо выразительности или музыкальности. Ну вот, время идет, а батарея тут на 1630 мАч, вы сами понимаете, начинает таять. Дошло примерно до 40%. Решил я, чтобы не размениваться на зарядку, подключить аппарат к питанию и буквально замер. Пионер ожил, налился соком и стал выдавать звучание, практически на голову выше того, что я уже несколько суток слушаю. Не знаю, с чем это связано. Может, из-за двух плат питания не хватает. Или батарея в моем экземпляре уже такая делает ручкой. Но то, что я получил в итоге, полностью перечеркивало все мои записи, да и мнение о плеере целиком. Бас в любом случае давал очень хорошие показатели, быстрый, динамичный, с отличным ударом и проработкой. Улучшилась только общая прорисовка текстур в этом диапазоне. Контрабас, басуха, электронный риф и все тембры легко узнаваемые и подаются с неплохим разрешением. Лейерный бас тут тоже к месту. Инструменты практически сами раскладываются на составные части. Уверен, любители микронюансов это точно оценят. Средние частоты можно описывать только с питанием, без них не нужно. Вокал яркий, сочный, с хорошей глубиной, разрешением и четко выраженной весомостью. То есть нет здесь каких-либо перекосов в частотном диапазоне и все тембры раскрываются абсолютно для них естественно. Высокие частоты, как показывают АЧХ, здесь чуть-чуть срезаны, но количественно их вполне достаточно. Отчего всякая перкуссия и отзвуки прекрасно дополняют общую звуковую картину. Сцена естественная, жанровый аппарат тоже в любом случае всеяден. А вот с наушниками есть вилка, друзья. Изначально я хотел советовать что-то с уклоном в музыкальность, однако теперь этот нюанс снимается. И я думаю, что плеер отлично споется практически с чем угодно. Итогом. Пионер XDP300R в первую очередь меня поразил своим софтом в плане программного плеера. Напомнил старый, добрый, вот этот теплый, ламповый буквально кавон, однако и удивил отсутствием поддержки и пакуи, и переходов сквозь папки. Понятно, что это андроид и поставить сюда можно любой плеер, но мы же говорим о пионер, ну и помним о всяких стриминговых сервисах. Тут они совсем к месту. Всякие тайдл, любое. Даже музыку из ВКонтакте можно слушать. Поиграть на нем тоже можно. Восьмисотый снап – это очень хорошо, но экран тут… Экран тут, друзья, обычный ТФТ экран с их всеми известными углами обзора. По звуку аппарат, в конце концов, расставил все точки над «и», и я понял, за что же его все так неистово хвалят. Действительно, друзья, весьма любопытный аппарат, с тонкостями и нюансами, буквально с приключениями. Классный аппаратик, интересный, с подключенным питанием мне очень понравился. Действительно, сочный, приятный. Действительно, то, что хочется слушать, то, чем хочется владеть. С отключенным питанием все меняется. Такой легенький напоминает скорее iBus 80. А вот с подключенным уже все посерьезнее, ближе. Если в сторону iBus склоняться, то, наверное, ближе к 150. То есть, такой разгон очень сильный. В общем, это был Pioneer XDP300R. Обзор с приключениями. На этом всем спасибо. Всем пока-пока.